Если у вас прекрасное зрение и вы не испытываете никаких проблем, когда смотрите вдаль или вглядываетесь в мелкие буквы вблизи, считайте, вам повезло, таких как вы немного. Но хотя бы один раз в год показаться офтальмологу в районной поликлинике нужно в целях профилактики. Если же вы замечаете ухудшение зрения вдаль, такие симптомы, как усталость при длительной работе вблизи, это могут быть симптомами как близорукости, так и дальнозоркости. И здесь уже без осмотра офтальмолога вам не обойтись. Люди с нарушениями рефракции, то есть с нарушениями преломляющей системы глаза, имеющие такую патологию, как близорукость, например, рекомендованный осмотр раз в 6 месяцев. Детей мы смотрим раз в 3 месяца, особенно при прогрессирующей миопии. Кроме того, к сожалению, есть целый список заболеваний, которые проходят бессимптомно. Вот мы, когда говорим о катаракте, она себя сразу проявляет нарушением, ухудшением остроты зрения вдали. Но такое неизлечимое и быстро прогрессирующее заболевание, как глаукома, в первой стадии часто проходит бессимптомно. Поэтому очень важно захватить его как можно быстрее, чтобы начать лечение. И когда люди замечают ухудшение зрения, это может быть уже показатель следующей стадии. Поэтому после 40 лет зрения нужно проверять ежегодно и всем. Обязательно проверка у офтальмолога, обязательно проверка внутри глазного давления. И учитывая, что сейчас есть такие группы заболеваний, вот глаукома, например, с нормальным давлением, обычный диспансерный осмотр, который занимает 5-10 минут, просто не дает врачу времени рассмотреть детально, ну, например, сетчатку даже. Рекомендовано осмотр с широким зрачком глазного дна. Людям с такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет обязательно, потому что одной из причин слепоты в мире является слепота именно от сахарного диабета. Иногда, особенно у детей, зрение снижается незаметно. Они не жалуются родителям на то, что стали хуже видеть. Им не с чем сравнить, и они думают, что так и должно быть. Обратите внимание, если ваш ребенок часто прищуривается, устает от чтения, жалуется на головную боль, нужно обязательно проверить зрение у офтальмолога. Редактор субтитров А.Семкин